Но круто не получается, потому что за вами есть дивное заведение под названием Почта России. Такое часто случается, что в интернете вы можете себе что-то взять. Дешевое, естественно, почему нет? Я вообще очень большой любитель покупать все дешево. По YouTube, естественно, по eBay, простите. Кроме всего прочего, меня очень беспокоит и очень грамотный интернет-портал под названием Amazon. Кроме всего прочего, мне нравится Alibay. Но внезапно возникает дивный вариант. Следующий характер. То есть, как вы прекрасно понимаете, смотреть то, что делается российскими средствами массовой информации, это немножко так, знаете, с точки зрения легкой поблеворости. То есть, когда ты смотришь и вообще не понимаешь, в чем результат. То есть, для того, чтобы понять, я читаю, естественно, Ньюсру. В принципе, достаточно косячное издание. Ну, как косячное издание? Оно с другой точки зрения что-то вам объясняет. Почему их не почитать? Так вот, на этом же долбаном Ньюсру оказалась такая штука. Внизу написано было. Типа, вы готовы купить себе часы? Вот такие котлы. Сосрочки. Причем, для начала это делалось как бы все это дело распродажа склада конфиската таможенного. Ну, почему бы и не взять? То есть, я когда посмотрел, я прекрасно понимаю, что любые котлы, нарстоящие котлы, они стоят как нижнюю, там, 5000 баксов. Но тут цена опустилась. Я бы даже, может быть, был бы готов купить нормальные китайские штучки. Да, я китайские штуки брал в Турции, естественно. А тот же Брейтлинг я брал. Понятное дело, что это Китай, что-то не должно быть качества. Ну, по сути событий все примерно то же самое. Вот. А что сюда пришло? Я объяснил, говорю, ребят, я не собираюсь платить деньги. Я хочу посмотреть, тот ли это товар, что мне нужен. Если это будет тот товар, я готов заполнить деньги. Человек пришел сюда. В смысле, человек появился, это хрень посылочная называется. Я в почтовиках решил открыть. Я открыл и посмотрел, что часы, которые они мне дали, у нас стоят 500 рублей. Да вот их везли отсюда. Любой китайский павильон или там что-то еще другое. Ну, вы прекрасно понимаете, да, что это кончено и говно. Такие вещи не покупаются. Я говорю, нет, заберите. Они сказали, нет, ты же деньги заплатил. Я говорю, продавьте, с какого перепуга я заплатил деньги. Потому что я не увидел качественный товар. Такого не бывает. И естественно, с этими делами я пойду в управление социальной защиты населения. Скажу, что это за фигня. То есть я купил говно. Причем я когда говорил почтовикам, что при вас будет все это дело открыто, они сказали, да не прохлад. Но после того, как я заплатил, они сказали, да это все твое. Я говорю, не, 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 постойте. Так не должно получиться. Вот такая она наша почта. И естественно, этот сюжет куда я отправлю? Естественно. К управляющей компанией. Почта России. Туда я отправлю. Нам говорят, что нас швыряют. Погодите. Мы вас предупредили. А вы нас и швырнули. Так получается? При вас открыли. Убедились, что это говно. При вас отправили. Вам что? И этого мало. Это было при вас. И не надо скрывать ухмылки. Ухмылки это когда я дома типа открыл. А если вы поставляете, так и отвечайте за посылки, а не ухмыляйтесь. Вы как служба доставки. Вы же наша почта. Почта России. Все рано или поздно заканчивается. И если я говорю, что с раком я буду бороться, то это правило мое. Теперь мы поговорим о цене вопроса. Да, рак это крайне тяжелое заболевание. Но понять надо, с раком можно бороться и лечить его, и даже на четвертой стадии. Мне говорят, что это дорого. Так ли это? Давайте поделимся с ценами. Где можно лечить рак? Оптимальные и дорогие места это Израиль и Германия. То, что подешевле, это Турция. Еще дешевле. И примерно один уровень. Это Китай. И самый простой вариант это Индия. И самый правильный вариант это Куба. В свое время как-то, а дело-то было в первой своей поездке в Америку, мы взяли свою камеру. Андрей Хиловский сказал, что было бы хорошо, чтобы он прикоснулся к Капитолию. К сожалению, я это не могу сделать, хотя Капитолий ничуть не хуже, потому что это столица Кубы. И вот мы вас привезли в столицу Кубы. Конечно, мы вас привезли с другой целью. Не просто вам показать эту столицу Кубы. Мы хотели бы вам показать, как можно лечить раковые заболевания. Ну а пока я ничего не могу сказать по этому поводу. Но с другой стороны, то, что вы хотели. Вот оно, Капитолий, столица Гаваны. А вот теперь давайте про цену лечения. Я вам не буду говорить про Россию, и так все поймете. Я говорю, где рак лечат. Лучше и идеальнее всех это Китай и это Куба. И по деньгам, по столько же. С перелетом и с проживанием суммы в один миллион деревянных хватит, и не более. Чем хорош Китай? Ядами, естественно. Он может ваш рак и заморозить. Чем Куба хороша? Она лечит рак. Причем я был везде. Но про отечество тем это нету. Про другие страны. Везде у онкологов я сидел в очереди. Здесь очередей нет. И вы должны понять, кто с раком борется круче всех. Лечение естественно. МРТ-операция. Операция в том числе. И вот мы говорим о Кубе. То есть примерно те самые деньги вы здесь ей оставите. То есть прилетели, получили обследование, сделали операцию. Если можно без этого это сделать, получили замечательные лекарства и продолжаете жить. То есть сумма в миллион. И что это такое? Ну пункт номер один. Вы выкиньте ту самую бредовую технику. Ну прекратите покупать автомобили. Это не то, что вам нужно. Поверьте мне, проще вложить деньги в себя, проще восстановиться, проще приехать в Магнитогорск восстановленным и дальше зарабатывать деньги. Уж поверьте мне, такое делать и надо. То бишь о чем мы сейчас говорим. Да? Я прекрасно вижу, что в Магнитогорске, да и вообще в России в большом количестве заболевания раком и у детей в том числе. То есть давайте, господа, посмотрим, как все это делается. Я вам показал, как это делается. Не надо говорить про Израиль или Германию. Это дорого. Это реально дорого. Туда вы не поедете. То есть вы поедете в те места, то есть Индия, Китай или Куба. Тут вы получите лечение. Тут вы получите результат. И отсюда вы приедете в нормальном состоянии. Да, это будет круто. Ну что ж, ну миллион. Ну и что? Если мы говорим о сумме, то в принципе сумма в миллион рублей есть у каждого человека России. Если только он не дебил конченый. Почему это возможно? Потому что правило – максимальное отношение к медицине и здоровью подрастающего поколения. Вообще, честно, я нигде не видел таких правильных детей. И возникает вопрос. Если это коммунизм, а он и в Китае, то к чему мы пришли? Мы были первой страной, стремящейся в коммунизм. И к чему мы пришли то? А это вопрос к вам. Здесь же огромное количество центров по производству качественных инженеров и педагогов. Ну и естественный результат. Попробуйте с кубинцами пободаться во врачебной тематике. Попробуйте просто. Мало того, здесь с успехом лечится большая часть мировых лидеров. Вы бы хотели так, но почему не получается? То, что мы сейчас видим за моей спиной – это здание Советского посольства. То есть можно сказать, что это самое крутое здание Советского посольства везде, во всем мире. Потому что это Куба. К сожалению, нас здесь не сильно любят. Потому что за мое обследование я отдал сегодня сумму в 700 долларов. Хотелось бы, чтобы нас любили больше. Но о чем вы говорите? В свое время мы давали вам много чего хорошего. Да и бензин, и все остальное. А после этого они нас чуть-чуть подзабыли. Но нехорошо было так поступать. И поэтому мы платим за все. И деньги кубинские тоже. Да, мы сливаем все долги по СССР. Но зачем тогда платить-то? Панты наши. Взяли бы, расписали долги. Были бы в плюсе. Мало того, хотелось бы поделиться с долгами со своим народом. А то как-то странно получается. Мы в дебильной ипотеке прощаем долги другим государствам. Косяча по собственным гражданам. Кому такое надо, а? Кризиса вообще не существует, уж поверьте мне. Только одна страна с кризисом. Россия. И кризис везде. Что же с Кубой то? Кто вас от Америки отмазал то? Почему я в типа коммунизм ел всего три сорта колбасы? Огурты ломились от скотины. Мы куда все это девали? Кормили всех остальных. Верните, пожалуйста, правду на место. Верните ее. То место, где я лечусь. Оно располагается прямо рядышком здесь. Это вот 23.0. Потому что я что-то не понимаю, но 23 это, наверное, от Малекона. То есть 23 улица от набережной Малекона. Пятая улица чуть раньше будет. И там все круто. Там посольства разные. Там очень много различных супермаркетов. И в этих супермаркетах есть действительно все. Теперь о чем мы сейчас говорим? Куда я приехал? Ну вот улица 23. Рядышком с ней буквально несколько блоков вверх. Получается, может быть, 26, может, 27 улица. Располагается то самое место, где вы можете речиться. Самое забавное, что когда я сюда приехал, я здесь не обнаружил вообще никаких очередей. Представляете, это было ровно, четко и в срок. То есть, когда мне сказали приедь в Восток, то я Восток-то пришел. Никаких тараканов вообще не было. И в действительности за мной смотрели. Теперь вариант номер два. Конечно, это совсем не дешево. И по цене, и по цене я бы сказал, что это, пожалуй, Турция. Но в Турции вы в любом случае будете сидеть. Здесь вы не сидите. Пункт номер три. Вот, теперь уже про наших тараканчиков. Про онкологов наших. Вот. К сожалению, возьмите, пожалуйста, за собой гистологию. Однозначно. Потому что то, что мне сказали наши врачи, это не есть правда. Потому что два места было. И Турция, и Куба. Где мне сказали, что дорогой у тебя глиобластома. Извините, но двум нормальным специалистам я как-то верю, чем двум не нашим специалистам. То есть, если вы, допустим, что-то совершили, вам необходимо гистологию забрать с собой. Другого варианта нет. И здесь вы все это дело и поймете. Вот. Теперь, что касаемо другого варианта. То есть, чтобы вы выглядели как-то так вот правильно. То есть, если честно, то вот в смерти и в глаза второй раз и рядышком я посмотрел прямо здесь. Потому что что у меня случилось. Ну, первый раз что было. Первоначало прыгали при голодавлении. Вверх-вниз, вверх-вниз. А затем, потом, уже начали судороги. Так вот, правая рука, она и была. То есть, по сути событий, голову мне открыли вот здесь вот, да? А правая рука продолжала морозиться. Ну, вы знаете, я прекрасно понимаю, что, ну, было бы, конечно, интересно, если Господь не дал возможность довести моего сына хотя бы до порога 20-летия. Я стараюсь это делать, я молюсь ему ежедневно. Ну, вот такая штука возникла. Вот. И все было бы, наверное, бы плохо, если бы я не знал, куда я приеду. Когда мы переговорились с моим онкологом, я ему объяснил ситуацию. Говорю, мне, говорю, абсолютно фиолетово. Какие яды я буду пить? Я употребляю яды пчел, меня они жалят. Я употребляю, в данном случае уже начал употреблять яды скорпионов. И мне стало гораздо лучше. То есть, я вот за неделю буквально, моя рука уже перестала так морозиться. То есть, уже стало гораздо лучше. Гораздо лучше я стал спать. Все вернулось на круги своя. Конечно, яды скорпионов, точнее, вида токс, которые я вам и говорил, вы будете есть и пить и неоднократно. И поверьте мне, это будет длительная процедура. Четыре месяца вы будете с промежутком в 12 часов ее кушать. Ну, вот как-то так. То есть, по сути событий, я обратил внимание, что здесь такого количества онкологических больных не существует. Понимаете? То есть, здесь люди работают, люди работают и для вас в том числе. Теперь маленький у нас другой вопрос. Это, к слову, о нашем правительстве. Вы так часто отменяете долги тех стран, которые вам должны. По сути событий, я бы не стал этого делать. По одной простой причине. Вы уж лучше просите людям их дивную ипотеку. Ну, те, кто уже платил, 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 а потом почему-то перестал платить. По одной простой причине. Вы слишком много прощаете. Поверьте мне. А некоторым прощать-то и не надо. Потому что, ну, я еще понимаю, была бы Куба правильная. То есть, помните, в свое время был Карибский кризис. Если что, вы залезете, посмотрите, Павел, в Википедию там или вообще. То есть, кто отбил, кто отбил Кубу у Америки? Ну, кто отбил Кубу? Естественно, Советский Союз. Поэтому, извините, пожалуйста, но все-таки к войскам Советского Союза надо относиться с большим уважением. Как к тому, что от него осталось. К России, например. Теперь, почему Куба и такие успехи? Вот вам правило. Массированная атака на университеты. Еще раз скажу. Здесь абсолютно бесплатно для кубинцев медицина. Здесь абсолютно бесплатно образование и университеты. Здесь государство живет для народа, и народ его любит. Своеобразно, естественно, но любит. Теперь про Россию. Часто ли мы любим свое правительство и государство? Спросите у бабушек, кои прозябают на пенсии. К слову о тех, кто хочет залезть на мерзлявый континент в одну шестую земли. Алло, гараж. 90% населения живут в тропиках и субтропиках. Кто мерзнуть-то хочет? Да никто не хочет. И давайте устроим правило. Есть абсолютно счастливые третьи страны мира. Так может стоить на них и равняться? То, что находится за моей спиной, это институт кубинский. То есть будем говорить о России, которая, извините, как-то прокакала ту историю. Давайте вспомним, в свое время, когда я поступал в институт, вы представляете, да, я не поступал в институт как журналист. Нет, естественно, нет. Это была какая-то другая позиция в жизни. Я был металлургом. Специальность у меня такая металлургия. То есть мне удавалось понять то, что в свое время такие металлурги и вырастали. А мы, извините, работали на телевидении, как-то оказывается. То же самое касается и кубы. Некоторые могут из кубы и уехать. Но зачем это нужно делать? Когда, по сути событий, здесь страна абсолютно не закредитованная. Здесь живут люди спокойно и получают нормальную зарплату. Да, конечно, это не слишком много. Но вы представляете, вы свою зарплату на что тратить? Вы тратите свою зарплату на кредиты. И на машины в том числе. Здесь люди таким образом не занимаются. Они просто живут и получают удовольствие. Кроме всего прочего, если вы кубинец в действительности, а жить на Кубе легко и просто, просто нужно взять к себе жену кубинскую или жениться на кубинке. То есть вам надо понять, из чего вы должны жить. По сути событий. Вы хотите свои деньги тратить и зарабатывать бабки, но по сути событий я вам еще раз объясняю. Сколько людей в Магнитогорске живут примерно очень мало после достижения полувекового возраста. Потому что мужики такого возраста в могиле, естественно. Здесь люди живут и дольше. Вот о чем мы вам говорим, ребята. Прежде чем подумать, чем вы будете заниматься, я вам задам один маленький и главный вопрос. Вы пришли в эту жизнь босиком. Босиком отсюда и уйдете. Не знаю, есть ли смысл денег много заработать. Поверьте, выкиньте все это из головы. Как это делают нормальные американские миллиардеры. Тамошние миллиардеры, которые получили все это дело, оставили небольшое количество денег к своему единственному человеку, который далее пойдет работать, а дальше не надо. А все остальное отдали людям. Так вот это ваши правила. Вы так и должны жить. Теперь о стране-лидере. Вы, конечно, думаете про Китай. А нет. Конечно, Китай не разрушил свою медицину, но практиковаться они стали лет так 15 назад. Раньше было то, что у нас. Безумное количество населения безумными стадами сливалось в кладбище. И что так? Про нас-то не думайте. Что касается Кубы? Как не было там большого населения, так оно там и осталось. Вообще, тема очевидная. Страна не шибко любит прирост. И то, что у него сейчас есть, это круто. То бишь, 11 миллионов и всего. Кроме всего, это остров. Кроме всего, медицина обалденная. Кроме всего, никто и никогда над населением своим не измывался. Да, понятны правила, но и понятны истории страны. Они стали круче всех и в медицине. Теперь вопрос как? Ну, вообще, понятно. Наши врачи как-то, ну, даже рядышком не стоят с врачами уровня Кубы. Понятно, что покупают они все и сразу. Понятен вопрос практики. И теперь хорошая мина при изумительной медицине. Я просто ехал вместе с девушкой, полюбившей кубинца всей душой и сердцем. Так вот, она мне и рассказала про создателя лекарства V-Dotox. Такое иногда случается, что даже у самого выдающегося специалиста может раком мозга заболеть дочь. Помните? У меня рак четвертой степени, глиобластома. Жанну Фриске с такой же чеботухой похоронили. И местные врачи так и сказали, год и два месяца. Несправедливо это было. И человек создал V-Dotox. Так вот, его дочь сейчас жива и делает все, что прописал ее папа. Хотя ее папа сейчас и умер. Давайте поговорим, кому я благодарен. Ну, в первую очередь, это Щепеткин. Отличный человек, и он в действительности мне помог. Если бы не он, то я не знаю, как бы я смог проехать на Кубу и в Китай. Второй вариант, это Инна. Магазин Орион, вы помните, да? Мы его регулярно показываем. Виктор Филиппович Рашников, естественно. Мэр, все мэры нашего города тоже. Это было круто. То есть, если говорить по степени воздействия, то мэры дали сумму большую, естественно. Это большое-большое спасибо. И я вам говорю, и чтобы у вас не было никаких проблем, кризиса у нас нет. Нету кризиса. У нас кризис только в мозгах. Мозги перестроить, и все будет вполне нормально. Потому что, ну, весь мир живет спокойно. Ну, и что? Ну, на Кубе, как бы типа кризис, но люди-то живут нормально. То есть, хороший дом, в котором я живу, просто изумительное место. То есть, на втором этаже, ну, грубо говоря, 60 квадратов, может быть, даже 70 квадратов. Это, в принципе, более чем достаточно для семьи, если честно. А какой тут туалет? Вот. Потом мне дали денежки Виктор Филиппович Рашников. Потом мне дали деньги, естественно, центральная городская ярмарка. И им огромное за это дело спасибо. Многие мне дали деньги. И в том числе те, кто дает понемногу. Почему нет? То есть, мне дали деньги фаворит. И еще один человек, самый замечательный, Алексей. Огромное ему за это дело спасибо, что вы мне дали деньги. Но самое главное, и благодаря кому я готов сказать спасибо, это Господу, Богу нашему, Иисусу Христу. Теперь вопрос номер два. Как я сюда приехал? Ну, если честно, я приехал сюда на последнем издыхании. Если честно. То есть, глиобластома, четвертая форма. Это круто, да? Это круто. И когда я сюда выезжал, у меня рука аж немела. Помните, вот она немела, правая рука, да? Немела. Также она немела перед операцией, да? То есть, три года и шесть месяцев прошло после операции. И рука также начала неметь. Сюда я приехал. Конечно, я бы вам сказал, как местные онкологи удивились, глядя на нашу штуку, которую вам вытаскивают из мозга. Вот. То есть, эта штука под названием гистология. Они мне сказали, слушайте, а почему ты с вот этим заболеванием, глиобластома, живешь так долго? Я говорю, я понятия не имею. Стараюсь жить. Стараюсь жить благодаря вам в том числе. Спасибо вам, господа. Мои замечательные зрители, я вам очень сильно за это дело обязан. Я показал, что я живу и с чем, но тем не менее, рука, рука начала неметь. И я, конечно, без него сказал, что господа, я собираюсь жить только, только и только для того, что мой сын вырос. ВИДАТОКС, поверьте мне, это для меня самое главное и самое необходимое. Потому что моему сыну сейчас 5 лет и 7 месяцев. Это очень мало. Хотя бы до 20 лет, а потом уже вперед из песни, папа тебе даст все, что нужно, и все будет хорошо. Я купил вот эти замечательные капли. ВИДАТОКС. Я сейчас покажу вам. Что это такое? Это вытяжка из разряда ядов скорпионов. Голубые скорпионы, они здесь есть. Кроме всего, голубые скорпионы есть еще и в Китае, есть они еще и в Иране, есть они еще и в Аризоне. То есть, в принципе, особых проблем нет. Так что, если что-то будет где-то вам показываться, берите естественное, не пожалеете. Итак, я два дня начал пить этот яд. Вообще, как бы, надо пить его следующим образом. Каждые 12 часов по 5 капель под язык. Вот сюда. Да. И вы его будете пить 4 месяца. После всего этого, а вот это был результат. То есть, моя рука перестала мерзнуть вообще. Понимаете? Вчера мерзла два раза. Сегодня еще ни разу не мерзла. То есть, ну как-то так. Круто, да, получается? Пропьем все это дело 6 месяцев. Я теперь понимаю, о чем идет речь. То есть, ну, понятное дело, что я очень сильно люблю наших врачей, да? Ну, а вот как-то диагнозы какие-то немножко странные получаются, да? Что же получается дальше? То бишь, если мы говорим о цене вопроса, то самый оптимальный для вас вариант, ну, только надо голову включить и поехать в Индию. Там все будет стоить абсолютно бесплатно. Единственное, что вы заплатите за МРТ. Все за это дело платят, и вы заплатите. Как лететь? Вопрос, естественно, самый простой. То есть, собирайтесь все вместе. Быстренько берите себе визу в Индию. И сразу вылетайте. Приезжайте на Гоа. Место очень хорошее, кстати. Только приезжайте на 3 недели. Берите с собой гистологию сразу же. Обращайтесь к местным онкологам. Они это дело все принимают. Заплатите бешеное количество денег, 25 рублей. Обыкновенных рублей. Не тысяч рублей, а обыкновенных рублей. И вас посмотрят. Вам посмотрят, вам выдадут данные, и вам назначат лечение. Это очень хорошая тема. Причем они вам могут сделать и радиотерапию, и все, что угодно у них есть. Но это уже отдельный разговор, и что-то вам нужно, это вы сделаете. Никаких проблем не бывает. Кроме всего прочего, они вам скажут химию. Кстати, химия там самая дешевая, поверьте мне. То есть, если в Турции она стоит в 3 раза дороже, то в Индии она стоит в 3 раза дешевле. То есть, мы будем говорить о сумме. Теперь про сумму вопроса, о которой я вам в действительности говорил. То есть, чтобы вы сразу поняли, о чем идет речь. То есть, когда вы обращаетесь, и когда вам говорят, что у вас онкология. Пункт номер один. Не надо волосы терять. И волосы вы, может, потеряете, если будете химией проходить. Только в российских условиях. Поверьте мне, я-то видел то место там. Либо у меня волосы лысые были. Но поверьте мне, что-то даже, знаете, брови не выпали. То есть, было все, в принципе, хорошо и нормально. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о сумме. То есть, сумма, которую я в себе вложил, это 3 миллиона 300 тысяч рублей. Ну, потому что я везде-везде поездил, специально дело посмотрел. Но это еще немного, поверьте мне. То есть, есть люди, которые при моем заболевании вкладывают в себя 15 миллионов рублей. А у меня таких денег нет. А во многом благодаря вам. Ну, я, естественно, кое-что тоже зарабатываю. Но если бы не вы, то что бы я сделал, то... Вот. И я вам объясняю ситуацию. То есть, если у вас возникло заболевание онкология, пункт номер один. С любым онкологическим заболеванием можно лечиться. Вот эта штука. Вот эта штука вам в действительности поможет. То есть, если мы говорим о самых дешевых методах лечения, то это, естественно, Индия. Уже затем вы сможете поехать в Китай. Тоже сильно недорогая страна, если честно. То есть, ну, останавливайтесь в дешевых отелях. Так, я это делал. Вот. Обращайтесь. Оптимальный вариант для любых больных, это, естественно, Юг Китая. Хайнань. Но там надо тоже поговорить. Потому что и рак легких у нас лечит. У меня человек просто его вылечился ядами белый скорпион. Но, по сути, событие это все не очень дорогое удовольствие. И в пределах тысячи долларов вам этого дела хватит. Ну, если это будет ядом. Теперь другой вопрос. Можно приехать сюда. Можно не приехать сюда. Я вам показываю, что эту штуку вы можете купить в России в том числе. Вот. Потому что здесь эта штука для иногородних стоит 171 доллар. Вот эта штука. Для местных, то есть, это вообще копейки стоит. Но для того, чтобы вы стали местными, что вам надо сделать? Ну, пункт номер один. Вы должны явно изучить английский язык. Я прям хорошо знаю. И хорошо владею. Пункт номер два. Если бы было еще круче, вы бы выучили испанский язык. Потому что Куба говорит на испанском. Вот. Ну, раз ни то ничего не получается, надо искать друзей. В любом месте вы их можете найти. Поверьте мне. Если что-то нет, есть вам замечательный ресурс. ВИДОТОКС.РУ 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 Вот как здесь написано. Посмотрите внимательно. Вот еще раз. Видите? ВИДОТОКС.РУ Заказывайте, покупайте и живите спокойно. И это говорит и о том, что вы можете сюда приехать из четвертой стадии. Как можно это сделать и в России. То есть, давайте все-таки переговорим о том, чем будем лечиться. Давайте все-таки лечиться грамотными методами лечения. А не то, чем нам дают. Уж поверьте мне, если вы бы заболели в России раком, то я вам честно говорю, лучше там не оперироваться. Проходить радиолечение лучше только в нескольких городах. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, о чем мы сейчас говорим. О том, что это даже не Турция. Поверьте мне. В Турции все новое абсолютно. Я там такие вещи насмотрелся. О, боже мой. Это просто кошмар. Ну, по отношению к нам, поточному. Вот. И, естественно, яды. Вот. Кроме всего прочего, вам необходимо будет сразу смотреть новости. По одной простой причине. Я гарантирую, что если мы доживем до 2020 года, с большим количеством рака мы будем справляться. В России в том числе. До 2030 года, если мы доживем, то рака вообще не будет. Потому что это правило. Мы уже победили сердечно-сосудистые заболевания. Мы победим также и рак. Конечно, жить долго мы не будем. И рано или поздно мы придем в мир иной. Но я бы хотел сказать вот эту последнюю мысль нашего сегодняшнего сюжета. Насколько вы хорошо работаете для населения? Если это хорошо, если это так, как я делаю, то это очень круто. Но, может быть, и нет. Поэтому, ребятки, ездите, получайте лечение и обследуйтесь. Чего я вам в действительности и очень сильно желаю. А вот теперь будет жесть. Демократии вы помните? Ну, два государства нам свою демократию и втирают. Точнее, деремократию. Так вот, деремократы – это вы. Потому что я год назад прочитал в ваших журналах, а именно в CNN и Telegraphs, мысли о том, что Куба рулит. Так зачем же было уже потом убирать из архива все это 11 месяцев спустя? К слову о Видотокс. Первые упоминания о нем – это всего 5 лет назад. Мировая слава ему пришла всего 10 месяцев назад. Россия только сейчас понимает результат. Будем надеяться, что через месяц с небольшим наш президент нам озвучит тему, что везде, да и у нас, от рака умирают 65% населения. Но поверьте мне, на Кубе что-то я не видел людей, умирающих от рака. Мы все, естественно, смертны, но Куба рулит. И теперь, возвращаясь к цене. Максимум – миллион рублей. Операция примерно 6 тысяч долларов здесь стоит. Штуку возьмет онколог. Потом что-то вы заплатите за радио, потом химия и Видотокс. Я вам говорю серьезно, что суммы в 15 тысяч долларов для вас хватит. Теперь, как уменьшить эту сумму? МРТ каждые 3 года. Если будет рак, то уж поверьте мне, чем раньше вы его найдете, тем меньше средств к оплате. Теперь, где я жил? Ну и пока вы смотрите, где я жил, я вам расскажу о теме. Вы можете здесь находиться 90 дней. Вот за такие хоромы я платил по штуке в день. Сам готовил, сам и ездил. Единственное правило – я знаю английский. Теперь ваш вопрос. Человек, не знающий английский, что будет делать? А вот учить язык-то надо. Если что-то не получится, то вот вам мой телефон. Смотаюсь вместе с вами и будет всем проще. То бишь, штука в день и 400 рублей. И я отъедался на славу. Ну и плюс оригинальный видотокс. К слову о теме. Есть время и у вас. И у меня посмотреть окрестности. За моей спиной. И это даже не царь-пушка. Хотя эти пушки стреляли. Вот эти замечательные пушки стреляли. Почему же она крышечкой закрыта? Потому что разные туристы есть, и они что-то туда бросают. А по сути это то самое нарезное оружие, которое представлено на кубе. То есть это не современные нарезные механизмы. Но понять нарезку надо. То есть вам надо еще объяснить процедуру движения снаряда. То есть снаряд загружался сзади, а потом порохал двигался вперед. Ты крутился и вылетал. Вылетал. То есть и в других местах. И вы во всем сами разберетесь. И вот она, такая куба. И она представляет вам различные исторические моменты своих событий. И это самая замечательная часть истории. Потому что сюда прибыл Христофор Колумб. Который открыл Америку. А вот отсюда и начинается Малекон. Историческое место. Все говорят, что много. А нет, всего 7 километров. И это то самое место, воспетое многими. И это и есть Гавана. В свое время Максим Смирнов мне говорил. Леш, набережная Малекона это 21 километр. Я ему скажу, нет, Максим. Набережная Малекона это всего 7 километров. Уж поверьте мне. В эти три недели, которые я был здесь, я практически всю эту набережную протопал. Вот оттуда и вон до туда. Ходил, 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 размышлял. Какие размышления меня сюда навели? Ну, кроме всего прочего. Вопрос вполне ясный. Кто может жить здесь на купе? Да все русские могут здесь жить. И пенсии в принципе хватает. Вопрос номер 2. С какими заболеваниями вы можете приедать сюда? С любыми заболеваниями. Но тут маленькая проблема. Какие-то ценники не совсем понятные, да? Ну, да ладно. В остальном, конечно. То есть вы, конечно, хотите мне сказать, что почему Куба не такая штука, как Москва. Ну, пункт номер 1. Население кубинской столицы Гаваны. Это всего 2 миллиона человек. Вот. Плюсом ко всему она, естественно, перестраивается и не так быстро, как хотелось бы в России. Что мне понравилось более всего? То, какие здесь девушки. И вот я вам говорю, что это, скорее всего, проблема кровосмешения, да? То есть, отличные девушки с огромными ногами, с длинными. Ну, не то, что уральские низкопопые. Вот. Обалденные. Просто супер, конечно. Вот. Но, как правило, эти девушки абсолютно не для вас. То есть, некоторые девушки, они для тех взрослых, взрослых дяденьков, которым лет под 70, да? Ну, вот. Ну, и то их немного, по сути. А в остальном, я бы не сказал, что кубинцы какие-то абсолютно нормальные люди. Такие же, как мы, живут классно. Есть у них все, что угодно. Ну, естественно, это не те игрушки, что у нас. Ну, и ладно. Машины, да, по сути, они не сильно хотят на них ездить. Шикарно распространены такси. То есть, такси-то не наши газельки. Да, замечательные, американские, такие с ног шибательные автомобили, которыми, естественно, хоть что пробьешь. То есть, в принципе, можно жить. Можно жить для всех. Единственный вопрос. Как сюда приехать? Ну, тут маленький проблемка есть. Как сюда приехать? Да, ценники, конечно, веселят. Но можно сделать так же, как и я. То есть, грубо говоря, 42 тысячи. Билет был из Москвы. Затем, грубо говоря, потратил здесь еще 310 долларов. Это было проживание. Ну, а все остальное, ну, в принципе, я сам умею есть готовить. Так что, господа, можно здесь жить спокойно. Важен результат. И он у вас будет. Если бы я вовремя сюда не приехал, вы бы наслаждались материалами в Ютьюбе. Но не новыми. Дебильная российская гистология таковой и является. То, что мне сказали в Турции, подтвердилось и на Кубе. Да, у меня рак четвертой степени. Да, у меня глиобластома. Но я верю в Господа нашего. Я чутко смотрю историю отношений. И я сразу же приехал сюда. И теперь я живу благодаря видотоксу. Господь и говорит нам, веруй в Бога и используй медицину. Так что и мы будем жить, обламывая наших козявок, которые мечтали меня увидеть в мертвом на российском столе. Нет уж, не получится. И мало того, я своими знаниями делюсь с россиянами. Теперь вопросы то другие. Как кубинцы так живут. Один из замечательных вопросов, что находится за моей спиной. За моей спиной находятся машины. Слово в машинах. Они имеют очень классную конфигурацию. Поверьте мне. Это все старые машины. Сейчас автобус отъедет, то вы поймете. Эти машины переделаны по полной программе. То есть они базовые компликации перед на бензине. Естественно. Сегодня сейчас все вот эти машины за моей спиной они переделаны на дни. Кроме всего прочего, вы должны понять, что это машины, которые, по сути, не убиваем. Вспомните, пожалуйста, фильм такой вы смотрели. «Разад в будущее». Помните? Третья часть, как его была. Когда он сказал, что эта машина может раздавить. Так вот, эта машина может раздавить все, что делается. То есть это машины, которые не ломаются, которые работают очень долго. И по сути событий. Чем вот я, допустим, шикарен для вас. Я просто купил в свое время машину. Не такую дорогую. И она была очень нормальная. То есть я ее купил в пределах за сумму безмаги больших тысячу долларов. Сегодня, сейчас она себя в действительности отработала. Эта машина так же. Если вы спросите этого человека, может ли он ее продать, он скажет. Я его не понимаю, что это продал, потому что она продает себе деньги. И реальные деньги. Какие машины вы видите там? Старье. Нет, господа. Это не старье. Это машины из металла. А вот цена. Все машины стоят дорого. Для обыкновенных горожан. Причем цены на все от 10 тысяч условных единиц. Кубинцы приравняли свой кук к мировым валютам. То бишь дешевле это не получится. И москвич, и любимый всеми американец дешевле вам не взять. Теперь к слову о советской технике. К моему сожалению, но москвичи не гниют. Жалко, что эти два завода мы потеряли. Москвич и ЗИЛ. Жалко до безумия. Ладно, хоть заводы, делающие Ижи и Уралы, сохранились. Обидно за Россию. И понимаешь, что и мы делали качество. Не крутое, но качество. Теперь о американской технике. Увести такую из куба у вас не получится. Как они работают? Да просто чудо. Но двигателей родных у них-то и нет. Стоят дизеля от Ниссана. К слову о топливе. Как и в нормальных странах с проблемным бензином и соляркой, в Бразилии в бензин льют этанол. Здесь солярка, так вот она ездит на подсолнечном масле. В дизелях, естественно. К слову об образовании. Уж поверьте мне, в своей большей части образование круче, чем у нас в 2, а то и в 3 раза. Вот посмотрите, что за моей спиной. За моей спиной есть замечательный вариант понтиакра. Изумительно сделанный. Мы бы даже сами могли бы это сделать. Но каков он? Каков он прекрасен, да? Я просто смотрю не только в камеру, но и в отражение. Ну просто замечательная машина. Конечно, это не просто машина. Его еще и переделали. Вы слышите? Звучок такой. Так вот здесь стоит обыкновенный дизель. Ниссановский. То есть, ну, это не совсем, конечно, раритет. Это чуть-чуть переделанный раритет, но сделано очень замечательно. Ну а теперь, вернувшись на круги своя. Я ездил, конечно, за лечением. Я нашел то лекарство и лечусь им. Чтобы вы поняли, куда ехать. Вот оно, то самое место. Я вам говорил о количестве людей. 12 миллионов кубинцев. Примерно. 2 миллиона населения Гаваны. Съездить до сюда на полуострове не проблема. Тем более, знаешь, что все бесплатно. И, по сути, говорить, что этот центр можно. Три больших корпуса. И здесь лечат рак. Для тех, кто приехал на Кубу. Вопрос единственный. В вашей аудиоподготовке. Тут только Испания и только английский язык. Другого не дано. Поэтому, в принципе, вы можете купить здесь отель. Хавана Либре. Это рядышком. 5 звезд. И думайте сами, какая будет цена. Другой вариант. Снять жилье. И это можно сделать прямо из дома. Вопрос только с доставкой. Живите спокойно здесь. Получайте лечение. И приезжайте домой уже правильными и здоровыми людьми. И вот я на этом свое повествование мест, где лечат рак и лечат дешево, заканчиваю. Как мы вам и говорили ранее, суммы в 1 миллион рублей вам хватит, чтобы лечить рак во всех его проявлениях. Главное, не париться и не стремиться умереть. Здесь еще надо пожить и принести достойный вклад в нашу жизнь. Итак, вот оно, то самое место. 29. И улицы от D до F. От 23 улицы, это, грубо говоря, 4 квартала B. Но это не Магнитогорский квартал, это не Московский квартал B. Это не может. Все остальное находится за моей спиной. Здесь ни очереди, ничего нет. Теперь замечательный вопрос, который мы начали в сюжете озвучивать. Насчет онкологии. Так вот, я вам серьезно говорю, что с любыми видами онкологии во всем мире уже лечит. Теперь надо занимать вопросами. Как вы сможете это все дело увидеть? Ну, пункт номер один, это, естественно, МРТшка. Делайте ее хотя бы раз в 3 года. Ну, чтобы было понятно, да? После этого, если у вас что-то случилось, я бы не советовал вам обращаться к нашим врачам. Делать этого не стоит. Прочее приехать сюда. Теперь цена вопроса, да? Ну, ладно, шут с вами. Сделали вам операцию в России. Еще раз говорю, вот эти всякие гистологии обязательно 100% заберите. И принесите сюда. Либо приедете в Турцию, либо приедете в Индию. Без разницы. В Индии, конечно, все это стоит дешево, да? Раз вам сделали там операцию, радио, вы можете пройти здесь. Но мы говорим о цене вопроса. То есть, какова вообще цена вопроса лечения раком? То есть, я вам говорю, что по сути событий вы можете уложиться в миллион рублей. В миллион рублей ничего, вы все это сделаете, вы лечитесь, поправите свое здоровье, потом еще и больше заработаете. Где все это делается? Ну, естественно, не в России. То есть, два варианта. Оптимальный вариант, это, конечно же, Индия. Там цена вопроса, все халяву стоит. Потом приезжаете сюда, на Кулу, да? Да, билетик подольше стоит, но здесь вы можете продлить в течение 90 дней. Вы можете здесь жить без всякой визы. Никаких проблем нет. Вы лечитесь и приедете, и заработаете денег гораздо больше. То есть, о чем мы сейчас вам говорим? Я вам показываю, где все стоит дешевле. А где все стоит дешевле? Эти замечательные страны. Индия, Китай и Куба. Турция тоже хороша, но тоже надо подумать, о чем идет речь. К слову, о будущем. Может быть, я съезжу в Иран и покажу вам еще эту страну, потому что я говорю о том, что в Иране тоже замечательно лечит рак. И вот я вам говорю о цене вопроса. С ценой вопроса вы определились. А когда-нибудь, я надеюсь, может быть в этой жизни, а может быть потом, может быть кто-нибудь поставит подарочек и мне. Какие банки-то у нас хорошие. К слову, о банках. Не так давно, не далее, как на прошлой неделе, нам Центробанк рассказал, какие банки для него очень-очень-очень и очень хороши. Их всего 10 штук. А вот все остальное. А вот все остальное, наверное, надо будет рано или поздно забыть. По одной простой причине, да? Классно это все делалось, да? То есть, прежде чем что-то получить, вам необходимо было сделать свой замечательный собственный банк. То есть, это даже все через какую-то непонятную призму. Общение с вами обходилось, да? То есть, первоначально, любой субъект Российской Федерации имел свой собственный банк. Вот такой, например, да? Инвестбанк. Не заразится. То есть, и он попытался деньги раскрутить внутри, то есть, не отдавая в Москву, да? Что из этого получилось? Что из этого получилось, мы все это прекрасно понимаем, да? Бабки тырились. Причем в огромнейшем количестве. То есть, прежде чем что-то было начинать, надо было подумать, как эти деньги сохранить, понимаете? А не выдавать деньги людям. То есть, вы выдали деньги людям, они все распихнули где-то, а потом получилось так, что Москва ничего не получила. То есть, это была проблема. Проблема нашей банковской структуры. Потому что, когда мы говорим, что банки должны работать, мы вообще о чем говорим? То есть, банки не должны работать, потому что банки должны выдавать деньги населению. Если это не получается, то, извините, никакого темпа просто не будет. Потому что денег нет. В действительности. Что касаемо конкретных банков. Не знаю про этот банк, я просто сейчас объясняю события. Давайте вернемся на 30 лет назад, когда был один-единственный банк. Ну, типа Сбербанк. СССР. Других банков не было, представляете, да? Ну, не было ничего. Было все легко и просто. Человек получал кредиты, покупал себе машины. Мог, извините, ну там, с квартирой было, естественно, сложности, да? Но, тем не менее, какая-то жизнь была нормальная, без всяких тараканов и косяков. Сколько сейчас банков? Вот давайте определимся, сколько сейчас банков? И сколько людей в банковской структуре работали? То есть, если бы Центробанк решил бы сейчас все это дело захоботеть, представляете, насколько народу вышло бы на улицу? Поэтому идет небольшое обрезание. То есть, я не знаю, может быть, в какой-то другой стране мира такое существует, но чтобы тысяча банков на страну, это как-то явно перебор был. Естественно, идет обрезание. Теперь возникает другой вопрос. Если вы захотели себе купить квартиру в ипотеку, тема весьма интересная. То есть, в свое-то время, мы тут с одним банком как-то так разобрались, то бишь, я не брал деньги в ипотеку, я брал деньги под залог, представляете, да? Дело-то было в 2007 году. Только-только-только-только ипотека начиналась, представляете? Вот. Ну, мне написали, что типа ипотека. После этого, в 2009 году, женщина, очень хорошая женщина, она посудилась, дошла до Верховного управления. Ну, в смысле, короче, она в Москву пошла. И определили, что пункт номер один, если у вас ребенок прописан в вашей квартире, извините, вы оттуда вас не могут выписать, если у вас нету никакой другой квартиры. И не было, по сути, событий, да? Вот. Но это была не ипотека, это был длинный кредит. Пункт номер один. Там тоже она там разобралась. То есть, мы о чем стали говорить? О том, что, извините, но если у вас есть ребенок, с этой квартирой вас никуда не выгодят. Ну, возникает другой вопрос. Раз все это дело определились, раз и особенность такая была, что банки немножко подвинули. То есть, банки, что вы думаете, банки глупые, что ли, товарищ? Да нет, они далеко не глупые, товарищи. Не надо думать, что они глупые, товарищи. Как только это дело случилось, да? Теперь, про ипотеку, есть такая штука, ипотека, да? Есть такая штука, я не знаю, как сейчас, но вы берете квартиру у банка. Ясно? Не сами ее покупаете, да? Вы берете квартиру у банка, рассчитываетесь с банком, а вот поскольку вы рассчитаетесь когда-нибудь, это возможно, вы эту квартиру на себя переоформите. Опа, не знали, что это? Да, 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 да. Почему такое случилось? Ну, я еще раз объяснил. Я был до того, как в 2009 году был судебный процесс, после этого, естественно, все банки все это дело перекроили под себя. То есть вы квартиру не получаете, вы рассчитываетесь с банком за то, что живете в жилье банка. А, вот это хорошая ипотека, да? То есть, если что-то с вами случилось, если где-то какой-то косяк, да, и за один месяц любой банк, любой абсолютно любой банк подает бы вас в суд. О, представляете? То есть вы выплатили бешеное количество денег. Ну, грубо говоря, 10 лет. Исправно платили, да? А потом что-то получилось. Криво, косо. Что в итоге произошло? То есть эти бабки, которые вы отдали, банк забирает с садами, а вы идете, куда подальше. То есть нахрен. то есть, ребятки, 250 раз подумайте, нужна ли вам такая ипотека? Нужна ли она? Ну, так-то. Другой вариант. Как купить квартиру? Ну, как и я, зарабатывая бабки. А что вы хотели? То есть я купил себе квартиру. Каким я буду? Извините, подвиньтесь. Мне было очень-очень-очень реально, очень круто и тяжело. Я не думаю, что кто-то из вас, ну, есть отдельные товарищи, ну, примерно процентов 10 населения, которые прошли, как я, понимаете? То есть снимали квартиру, занимали бабки, покупали квартиру. Это была жесть. Это была жесть. Все остальное сейчас это ипотека, понимаете? Я, ладно, еще вовремя отскочил, потому что не было никакой ипотеки. Я просто сообщил. Одна комната и квартиру, потом все это дело продал. То есть, в другую комнату и квартиру. С долгами было там вот так вот, вот так вот. Что вы поняли? Я и машины продавал. Это было сложно. Это было очень сложно. У сына этого не будет. Я прекрасно понимаю, что никогда для него этого не будет, потому что я ему все это дело оставлю, а сам разберусь. То есть, ребята, прежде чем говорить об ипотеке, подумайте и посмотрите, это замечательно сюжет, потому что вам что-то даст процветление в ваших головах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова